После того, как мы с вами подобрали средства гигиены по возрасту, важно понимать, как правильно ими пользоваться. Если мы рассматриваем ребенка от нуля до трех лет, то мы совершаем достаточно простые, но четкие движения щеткой от десны к режущему краю. Важно помнить, что одного движения недостаточно, и эффективно сделать 10 движений на одном месте, и только потом переходить на другую поверхность зуба. Также помним, что у зуба есть жевательная поверхность, которую мы вычищаем круговыми движениями, язычная поверхность, здесь мы также вычищаем от десны к режущему краю, и щечная поверхность. На щеточку нужно нажимать, чтобы чистка была эффективной. Верхние зубки вычищаем вниз. Сейчас мы рассмотрим вариант, как неправильно чистить зубы дома, и что приводит к тому, что домашний гигиена становится неэффективной. Во-первых, нельзя чистить зубы с закрытым ртом, потому что мы не видим жевательные поверхности, внутренние поверхности зубов, и наша чистка становится неэффективной. Нельзя совершать пилищие движения, потому что налет остается в пришеечной области, соответственно, может травмироваться десна. Если мы чистим зубы с закрытым ртом, не прочищаются язычные, щечные поверхности, жевательные поверхности, и это может приводить к тому, что появляется кариозное поражение. Самая частая ошибка родителей детей этого возраста – это полностью доверять домашнюю чистку ребенку. Это неправильно. Необходимо контролировать и дочищать зубы ребенка самостоятельно. А о том, чем проконтролировать гигиену в домашних условиях, мы расскажем в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok